Погнали! Я пытался найти под этот фрагмент музыку, но не смог поэтому отпути-нипутюну, кому я говорю. Ладно, хватит, меня бесит эта песня. Фух, как-то так. Всем привет, ребята! И сегодня я буду вам показывать, что я купил всего лишь за месяц где-то, находясь здесь в Грузии. Одежду я больше покупал на зимний сезон, то есть то, что потеплее. Ну и помимо этого, там вот некоторые странные моменты, которые мне просто нужны были, и я поэтому это купил. И да, я не спал, чтобы вы понимали, потому что я пытаюсь наладить свой режим. Поэтому, если вы будете замечать, что я какой-то не такой, знайте, я не спал всю ночь. Обожаю это. Ну что ж, давайте я начну, пожалуй, вот с этого пакетика зеленого, вот с такой вот хренотенью. Короче, это магазин Минисо или... А, нет, это Юсо. Чего, блядь? В общем-то, видимо, у них есть два магазина, они просто очень похожи, и они два корейских магазина. И да, это так и оказалось. А вы знаете, если я вижу что-то корейское, то сразу мои ножки придут туда. Я, конечно же, не удержался, купил. Ну, давайте вот с этого начнем. Вот с этой хренотенью. Короче, в Грузии сейчас жесткие дожди, даже похлеще, чем в Питере. И мне пришлось купить зонт. И он типа такой вот, знаете, необычный, во-первых, потому что он странно открывается. Вы вообще посмотрите на этот формат зонтика. Рукоятка вообще какая-то, да, интересная. Он в таком будто бы галактическом стиле, но на самом деле, когда его открываешь, это очень странно. Но, как вы можете заметить, он просто черный. Не знаю, возможно, он двухсторонний, но я еще не разобрался, как с этим вообще работать. Вы знаете, меня и черный устраивает, поэтому я вот так иду, загадочно, и пою песню. О мой бог, я подсел на эту песню, она просто шикарная. Ну, в общем-то, да, как-то так. С зонтиком, я думаю, вы все поняли. Просто надо было его купить. Так бы вообще бы не покупал. Следующее, что я приобрел, это вот такой вот ободок. Я не знаю, я его взял чисто для волос, потому что волосы иногда мешают глазам. Ну, то есть, понимаете, да? И вот так вот убираешь их, и все. Ничего в глаза не попадает, очень еще неудобно. И я могу нормально жить. Но я, конечно, похож на какую-то Галю, которая убирается после учебного дня за школьниками, знаете, в столовой. Но ничего, вроде мило. Галя, не обижаемся. Ничего против вас не имею. Просто какое имя. Пришло мне в голову такое и сказал. И следующая вещь, которую я сейчас вам покажу, я просто нашел ее на рандом и сразу же в нее схватился. Что на меня даже посмотрел какой-то мужик рядом, так и подумал, ну нахер. А я, знаете, люблю вот такое вот все вот. Но сейчас поймете. И, конечно же, я не мог это не взять. Поэтому я это взял. Это вот такая вот шапка с ушками. Просто, посмотрите, она шикарная. Офигеть, да? Круто как. Мне, в общем-то, очень понравилось. Я, как увидел, сразу ее взял. Понял, что зимой почему бы в этом не походить. Очень даже клево. Вы вот встречали зайчиков на улице вот просто так? Нет? Ну вот теперь будете встречать. Поэтому, если вы видите новость, что по Питеру вроде зайчик, не удивляйтесь. Это я. О мой бог. Ладно. Следующее. Это просто мне, опять же, нужно было это. Потому что я это не взял с собой в поездку. Это щипчики. Очень классно щипят мне мои ногти. Следующий магазин. Это картон. Честно сказать, я никогда не думал, что там есть что-то мужское. Я только в Грузии понял, что в этом магазине есть и мужское дело. Я всегда думал, что это женский магазин. Поэтому я никогда туда не заходил. И что-то мне впёрло в голову зайти вот недавно в этот магазин. Потому что я увидел на баннере мужика. И подумал, значит, там, наверное, есть и что-то мужское. Короче, зашёл туда и захватил оттуда две вещи. Это пипец. Чтобы вы понимали, я до этого ещё купил несколько вещей. Такого уже в другом магазине. Короче, шапоголизм, он не лечится, походу. Купил я очень классные вещи. Я, когда их увидел, я подумал, офигеть, как это круто выглядит. Ну и мне ещё нужна была рубашка белая. Потому что, ну, ладно, скоро сами всё узнаете. Не буду вам ничего говорить такого. Но, по сути, те вещи, которые я сейчас беру, они мне понадобятся в будущем для кое-чего. Поэтому не просто так я это всё покупаю. Рубашка шикарного качества. Чтобы вы понимали, тут написано. Премиум. Я подумал, ну, раз премиум, то тётя берёт. Потому что она только на премиуме. Ну, и она такая, знаете, оверсайзная, я бы так сказал. И мне она очень зашла. Просто посмотрите на неё. Ну, сейчас, понятное дело, вы не понимаете, как это может выглядеть классно. Потому что я ещё не в полном аутфите, как бы, да. Но она шикарная. Вот как мне ей нужно было. Короче, бомба, честно говоря. Она ещё была по скидочке хорошей. Поэтому тут 100% надо было брать. Идут мне, кстати, рубашки. Напишите в комментариях. Вторая вещь с катона. Это вот такая вот кофта. Я люблю оверсайз, поэтому не удивляйтесь, что они вот такие вот большие и на мне висят. Просто, знаете, это любовь. Это любовь. Выглядит это примерно вот так. Так вот, очень стильно выглядит. Не знаю, как вам бы, но я, когда это увидел, как висит вот эта вот кофта, я понял, что она должна быть моей. Ну, просто посмотрите на это. Разве это не кайф? Это шикарно, я считаю. Очень стильно, очень современно и молодёжно. Пишите также в комментариях, какие вам вещи понравились из моих покупочек. Будет очень интересно почитать. Фух, честно сказать, не спать всю ночь, это, конечно, ужасное состояние. Потому что вот сейчас снимаю видео, прям ощущаю, как меня будто бы клонится. А вроде бы и нет. И мой ещё язык заплетается с моими мыслями. И, в общем-то, очень сложно снимать сейчас видео, будто бы. Но, чё не делать ради нормального режима, потому что я специально вода не сплю. Для того, чтобы лечь, знаете, ну, часов в 11 вечера, в 10 вечера. Просто, чтобы проснуться потом в нормальное время. Не в 4 дня, а хотя бы, знаете, в 11 утра. Следующее, что мы с вами посмотрим, давайте, наверное, вот этот пакет. На самом деле, вы уже эту вещь видели в видео. Но мне хочется ещё раз показать, почему бы и нет. Это United O'Binaton, yeah, brandy. Короче, это вот такой вот вязанный свитер, чтобы вы понимали. Я также его как-то взял по скидке. И знаете, по какой скидке? Что вы сейчас офигеете? Где-то на русских рублях у меня за этот свитер офигенного качества. Вот, сами посмотрите. Вышел где-то 1000-1500 рублей, если я не ошибаюсь. И ещё, чтобы вы понимали, это United O'Binaton. То есть, это бренд-то хороший. Само качество хорошее. И просто офигеть. Шикарно. Пахнет прям качеством, знаете. Ну, и опять же скажу, как я и говорил. В этой вещи я чувствую себя как под одеялом в кровати. Потому что она очень оверсайзная. Как я люблю, в общем-то. Next bag у нас из магазина. De facto, а-ля H&M. И тут я купил аж три вещи. И тоже очень крутые. Первое, наверное, покажу, это просто чёрный ремень. Я его купил, потому что с меня падают штаны из какого-то фига. Видимо, я похудел. Потому что, если честно, я здесь питаюсь, ну, раз в день где-то. И то это вечером. Потому что с утра и днём я чё-то не кушаю. Не знаю почему. Видимо, и не хочется. И как-то лень куда-то мне выбираться, чтобы покушать. Поэтому выбираюсь я только вечером. И кушаю вот раз в день. Мне очень интересно взвеситься. Но пока я и не нашёл весов. Но как взвешиваюсь, сразу же скажу. В своём телеграм-канале похудел ли я или нет. Ну и, конечно же, насколько. В итоге взвешиваюсь, а я там плюс 20 килограмм. Я, на самом деле, брал уже такой себе ремень. Но он сразу же сломался из-за моих рук криворуких. Потому что я пытался сделать вот на ремне ещё одну дырочку. Вот этой вот штукой. Я нажимал, херачил. И в итоге вот эти вот детали разлетелись. И всё. А для меня ничего не осталось. И мне просто приходилось вот так вот совать. И как-то там на узелок завязывать этот ремень. Просто посмотрите, чё с ним стало. Ну, это, понятно, никто не видел. Потому что это всё было под футболкой, под кофтой. Поэтому вот такие вот лайфхаки от тёти, когда сломался ремень. Следующее. Это вот такая вот пастельная синяя, пастельно-голубая рубашка. Просто она шикарного, мягкого качества. Я буду, знаете, на рынке продаю. Это шикарная, мягкого качества рубашка. Она, опять же, тоже оверсайзная. Я, наверное, за это видео очень много раз сказал оверсайз. Просто посмотрите, как она шикарно на мне выглядит. А ещё, наверное, вот с этой вот шапкой вообще будет разнос. Короче, очень крутая рубашка. Просто топ. Откуда я такой шикарный взялся? Не знаю сам. Перед тем, как показать следующую вещь, хочу вам рассказать предысторию, почему я вообще её купил. Есть такой билет Шон Мэднес. Я думаю, многие его знают. Кто за мной давно следит, я даже с ним фоткался. Но не в этом суть. Дело в том, что он выложил как-то в свой ТикТок вот такое вот видео, где он встретил своего фаната, который был так же одет, как и он в тот день. И это на самом деле такое лютое совпадение. Я не понимаю, как такое может произойти. И там на них была вот такая вот кофта плюшевого такого формата. И я увидел подобную плюшевую кофту и купил её. Не то, чтобы я только из-за этого купил, но это просто как-то на меня повлияло. Потому что, сами понимаете, любимым всё-таки певец, одежда около схожая с ним. Поэтому решил, почему бы нет. Да и тем более, она очень тёплая. На зиму это будет шикарно. Я такой сразу в ней ботёк, знаете ли. Но на самом деле, если хорошо, красиво сочетать, то это будет очень стильно. А так, да, опять же, вот такое вот всё. Оверсайз, да? Сегодня просто слово дня. Оверсайз. Но это просто мягко, шикарно и тепло. Следующее. Опять же, я это уже показывал. Но мало ли тут смотрят ещё те люди, которые впервые зашли на мой канал и не знают об этом. Это конверсы. По-быстрому покажу, потому что я знаю, что многие видели, но всё же похвастаюсь ещё раз, потому что, ну, сами понимаете, это шикарная обувь. Короче, вот такие вот конверсы. На такой вот, может, и платформе. Это просто, это охеренно. Они удобные, стильные и просто... Стройкид, спасибо вам большое за вот такой вот маркетинговый ход. Потому что я купил из-за вас. Потому что они мне понравились и потому что вы их, ну, из-за... Как-то так. Вот так это и работает. Жертва я чёртова маркетинга. Следующий пакет снова из де-факто. Первое, что я достаю, это худи. Она, правда, уже такая мятая, но... Да ладно. Обычная худи, такого бежевого цвета. Опять же, оверсайз. Всё как обычно, ничего не меняется. Просто стильно. Базовая вещь. Ничего необычного, но очень нравится цвет. И минимализм этой худи. Короче, норт. Следующее. Это очень крутые носки. Я, когда их увидел, я такой, блин, да, наконец-то я их нашёл. И по приемлемой цене ещё. И в таком стиле, в котором я и хотел. Вот такие вот носки в стиле тай-дай. Это очень, мне кажется, стильно, офигенно и модно. Поэтому это моя новая любовь. Больной ублюдок! Если что, они чистые, я их очень надевал. А то подумайте, ой, тётя с ума сошла уже грязными носками себя. Обтирает. Чё-то я забыл вам показать. Наверное, бы и не показал, если бы сейчас не посмотрел на свои ноги. Это вот такие вот топули. Как уги какие-то. Ну, короче, обычные чёрные топули, мягкие и очень тёплые. Потому что в номере я бы не сказал, что прям мне тепло. Поэтому я решил, надо купить чё-нибудь такое, чтобы согреть свои ноги. Здоровье – это важно. Жить здорово! Следующая вещь, точнее, парная вещь – это пижама. Опять же, из той серии, что мне не особо в номере тепло. Мне приходится себя хоть как-то утеплять. Но, опять же, я не прям так мёрзну, но всё же. Хотелось бы потеплее, поэтому я купил себе пижаму. Просто обычную серую пижаму. Вот такая вот туда. Лёгкая кофточка шла. И вот такие вот штаны. Ой, ёпта! Я уже не в том возрасте, чтобы так резко ногу поднимать. Ну, короче, да. Но мне почему-то кажется, что я в ней выгляжу, как какой-то местный алкаш Андрюха, который херачит бодяжку. И не знаю почему, но я себя именно так почему-то представляю в этой пижаме. Следующая вещь – это из той же серии, что я увидел у каких-то звёзд похожую вещь. И решил тоже её купить, потому что она мне очень в памяти запомнилась. Кто шарит за группу One Direction и за клип You and Die, тот помнит, что на них всех были свитера серые. И я, похоже, нашёл. Когда я его видел, мне сразу же флешбекнуло в этот клип. И я, не думая, взял похожий свитер. Я знаю, что, наверное, таких миллионов. Но я почему-то именно в тот момент подумал об этом клипе и понял, что мне тоже нужен подобный свитер. Он минималистичный. Опять же, вот такой вот оверсайзный. Извиняюсь, если вас уже бесит это слово. Это нужно вставлять мне в мою речь, чтобы вы понимали, что это тоже оверсайз. И качество очень приятное. То есть на коже лежит приятненько. И опять же, очень стильно. Офигенная вещь! Как я рад! К тому, что наконец-то я хоть что-то себе покупаю. Потому что я давно себе не покупал того, чего бы я действительно бы хотел. Да и тем более в офлайн-магазине. То есть зайти, померить, посмотреть, пощупать. Короче, офигенное чувство. Но как бы то ни было, попахивает это всё шопоголизмом. И меня это, если честно, немножко пугает. Но опять же, у меня будто бы есть оправдание, то что эти все вещи мне нужны для будущего моментика. И как бы да. Это не шопоголизм. Продолжаем дальше. Это, кстати, последняя вещь. Пакет типа Tommy Hilfiger. Но нет, я покупал вот эту вот вещь в мультибрендовом магазине. То есть там и есть и Tommy Hilfiger, и Converse, и так далее. Но вот это именно вещь от бренда Converse. Кстати, с выбором помогли мне именно вы, потому что я в телеграм-канале спрашиваю, какого цвета мне взять курку. Да, тут курка около зимняя. И спасибо вам за это. Поэтому, кто ещё не подписан на мой телеграм-канал, подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Так как приближается уже зима, нужно утепляться, я подумал, мне срочно нужна курка. Тем более, я сейчас в Грузии. Тут у меня зимних вещей нет. И поэтому я решил купить здесь. Опять же, просто посмотрите, как это офигенно и стильно выглядит. Она типа обычная, чёрная, минималистичная. Но она такого фасона, как я вот люблю на самом-то деле. Ну просто, что за шикарная тётя. Классная курка. Я так рад просто. Вы себе не представляете. Мне так сразу тепло, слушайте. Жесть у меня теперь здесь бардачело. Пипец. Ну что ж, ребята, на этом всё. Я надеюсь, вам поролось на видео. Если это так, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии. Я всё читаю и иногда отвечаю. Ну а с вами был, как обычно, Ян Рейзен. Увидимся в следующем видео. Пока. Что я могу сказать, ребята? Я пипец, как хочу спать, если честно. Но мне нельзя, мне надо продержаться. Потому что, значит, всё было напрасно. Но нет, я так не могу. Сейчас мне в срочном порядке нужно, видимо, выезжать в город. Возьму, наверное, ноутбук с собой. Сяду куда-нибудь, буду кушать. Буду монтировать это видео. И буду стараться не уснуть. Ну и, конечно, вот это мне нужно сейчас всё убрать. Круто? Да, жить это круто. Ладно, всё, пока.